Девушки отдыхают Ну вот, нарисовались Встречайте, едоков картофеля Здравствуйте, дорогие друзья Я Гомовер, а это Бонус А в эфире вновь, после долгого перерыва Программа Отвинта Наша программа рассказывает о компьютерных играх Во всем их разнообразии А также распространяет правдивую информацию Непроверенную информацию Сомнительную информацию И дезинформацию о том, что творится в виртуальном мире Смотрите нас дважды в неделю На канале НТВ Первая игра, о которой мы хотим вам сегодня рассказать Называется Z Что довольно странно, поскольку это никакое не название А просто буква латинского алфавита Причем последняя Соответственно, русская версия игры Называется Я И в России, и на Западе игра Очень быстро завоевала популярность И очень активно продавалась Только в Японии не было продано ни одного экземпляра А дело в том, что последняя буква японской азбуки звучит как М М М Вы можете себе представить, что ответят человеку, который придет в магазин и попросит продать ему М Итак, нашу программу открывает один из лидеров сезона Игра М Героями игры являются два робота-американца Эллен и Баб Вот никогда бы не подумал, что роботы могут иметь ярко выраженную национальную принадлежность Но с тем, что это типичные американцы согласиться Всякие, кто понаблюдает за их развязным поведением хотя бы пять минут Сделай координаты и отходи сюда Субтитры создавал DimaTorzok Z-игра тактическая Сражение происходит на полях воинской славы, которую вы, как военачальник, обозреваете как бы с высоты птичьего полета Все очень просто Наши войска красные Их войска синие И с той и с другой стороны воюют роботы Неизвестно, что послужило причиной этого конфликта В разумительных объяснений мы не получили ни от кого Ни от фрейдистов, ни от мальтузианцев Фрейдисты заявили нам, что у роботов не может быть никаких оснований для вражды Поскольку у них только один пол А вернее говоря, нет никакого пола вообще Мальтузианцы сказали, что и слишком быстрое размножение роботов Не может являться основанием для начала военных действий Так как роботы вообще не размножаются по причинам, которые указали еще фрейдисты В игре Z компьютер имеет некоторое преимущество перед игроком Поскольку умеет двигать все войска сразу Вы же сколько ни стараетесь Не сможете одновременно командовать более чем одним подразделением Представьте, если бы вам пришлось играть в шахматы с осьминогом Который двигает все фигуры сразу Впрочем, вы можете сбивать компьютер с толку Периодическим нажиманием кнопочки ресет Основой армии являются солдаты, которые зовутся Кранц, Кранте Такие войска одним своим названием должны вселять ужас в сердце врага В эфире программа Отвинта и одноименное панно Далее в программе живые картины Следующая игра, о которой мы хотим вам рассказать, называется Urban Runner Урбанистический бегун Она выполнена в некоем кинематографическом духе То есть это как бы фильм, в котором вы можете принимать посильное участие То есть принуждать персонажа к выполнению тех или иных преступных действий Рекомендуется лицам, которые готовятся к поступлению на режиссерские курсы История эта начинается в месте, где вообще-то принято отмечать окончание успешных дел В бане Нашим героем является журналист по имени Макс И в бане у него назначено свидание с Тони Маркосом, влиятельным главой местных преступных сообществ Мы, журналисты, называем таких людей ньюсмейкерами Однако, прибыв на место, Макс обнаруживает, что у ньюсмейкера перерезано горло и труп уже успел остыть Ну, насколько это возможно в бане Журналист, даже не попарившись, пытается удрать из сауны И в погоню за ним устремляется телохранитель Маркоса, который считает Макса виновником смерти клиента Тут перед Максом замаячила реальная возможность самому загреметь в ньюсмейкеры И он побежал Урбан Раннер переводится как городской бегун И действительно, беготни в игре более чем достаточно Бегать приходится главным образом по неблагополучным кварталам города, где живут всякие подонки Даже в своем собственном доме вы не будете чувствовать себя в безопасности Вернувшись туда, вы обнаружите, что вас поджидает здоровенный панк Который расселся на вашем диване Болтает по вашему телефону И в довершении всего имеет при себе здоровенный пистолет Калибр 45 Правда, свой собственный И таких вот неприятных персонажей вокруг вас Хоть пруд пруди Вы управляете движением и поведением героя при помощи мыши По ходу дела вам придется решать различные головоломки Американцы считают, что Урбан Раннер игра логическая Мы же утверждаем, что эта игра лингвистическая Сами по себе загадки не представляют сложности А вот понять, что же от вас требуется, не зная английского языка, очень сложно Если вы все же доиграете в эту игру до конца И после этого приедете в Америку То вы будете чувствовать себя, как рыба в воде В дурном квартале любого города От Миссури до Миссисипи И наоборот Ну что ж, кисть уверенная, рисунок неплох Продолжаем рассказ о компьютерных играх современности На очереди у нас игра, название которой способно вселить ужас В сердце любого владельца персонального компьютера Она называется Die Hard Дело в том, что Hardом, сложившейся компьютерной терминологией Называют жесткий диск Так что игру можно примерно перевести как Умри, жесткий диск Она сделана по мотивам одноименного фильма Который в нашем прокате почему-то назывался Крепкий орешек Так что наш перевод ничуть не хуже других Итак, умри, жесткий орешек Или Крепкий диск О жанре этой игры можно сказать очень просто Две стрелялки и одна ездилка Звучит несколько по-детски Вы не находите? Первая часть игры, как и фильма Приводит нас в один далеко не самый лучший небоскреб города Лос-Анджелеса Сейчас в нем начнется акция с захватом заложников, стрельбой И неприемлемыми условиями, которые выдвигают террористы Как вы помните, полицейский Мак Клайн Совершенно случайно оказался втянут в эту историю Из-за своей жены Надо думать, что тут он пожалел не только о свадьбе Но даже и о помолвке Ваша задача заключается в освобождении заложников И уничтожении террористов Для этого вам созданы все условия Там и сям валяется заряженное оружие Гранаты и так далее Неудобство заключается в том, что бегать вам приходится босиком Во второй части шоу вы только стреляете Ну а ходит за вас Мак Клайн Вроде обутый Постарайтесь, чтобы убитых вами террористов Оказалось все же больше, чем заложников В последней части игры вам придется пересесть в автомобиль Мак Клайн, по всей видимости, находится внутри Но вот есть ли на нем ботинки или нет, непонятно Нас поразили необычайно высокие требования, выдвигаемые программой к компьютеру Создается впечатление, что в наилучшем разрешении игра сможет работать только на 686 процессоре А таких пока не существует И есть надежда на то, что когда они появятся, будут уже сделаны новые игры И получше, чем DieHack На этом наш сегодняшний выпуск заканчивается Ждите нас в экранах, и мы рано или поздно появимся Гейм, как говорится, оба В смысле